Всем привет всем, кто остался на последнем докладе. Я постарался его сделать в максимально лайтовом начале, а в конце посмотрим, что будем в конце. Сегодня мы поговорим о RFID-картах, а именно о картах семейства Mi Fire Classic. Почему их не стоит использовать вообще в принципе, если вы хотите использовать их, кроме как передавать пароли от Wi-Fi и то из рук руки и вытаскивая специального кошелечка, который защищает от всех передач и данных. Так, ну начнем. Блин, ну ладно. Ну, я думаю, что не стоит объяснять, что RFID — это… Поднимите руки, кто не знает, что такое RFID. Так, это было… Это резко человеку рассказали, что такое RFID или… Ну ладно, хорошо, объясню, что это стандарт. Еще 20 плюсиков трансляции. А, отлично. Значит, RFID — это стандарт передачи, бесконтактные передачи данных, когда ридер. Есть активные и пассивные передачи данных, то бишь, когда… Активные и пассивные метки. Активные метки — это когда на них подается дополнительное питание, они сами излучают какой-то сигнал, есть ридер, который его принимает, это точно так же отправляет сигнал. Пассивные метки принимают сигнал посредством электромагнитной индукции и питаются тем самым чип, который стоит в самих пассивных метках. Вот. Но они бывают разных типов, они бывают высокочастотные, низкочастотные, ультравысокочастотные. Сегодня нас интересуют высокочастотные метки, а именно его величество MiFair Classic. Это семейство карт, выпущенной компанией, как ни странно, MiFair, в которые входят MiFair Classic 1K, MiFair Classic 4K, MiFair Classic EV1, MiFair 1, MiFair Mini и так далее. И еще некое семейство MiFair Plus в режиме совместимости. Давайте разбираться, что это такое. Собственно говоря, все эти карты были выпущены довольно давно, еще, насколько мне помнится, не помнится, а знаю, в 2004-м. Все эти карты подвержены одной и той же уязвимости, про которые мы поговорим. Как несложно понять из названия самих карт, в них хранится энное количество информации. 1 килобайт, 4 килобайта или в мини 320 байт, в ID, по-моему, 016. Вот. MiFair Plus, они все аналогичные MiFair Classic по объемам. Значит, собственно говоря, давайте посмотрим структуру данных, как данные хранятся на карте. Если вы приложите карту к ридеру и вы знаете нужные ключи, то тогда вы увидите примерно такую картину. У нас карта состоит из n-ного количества секторов, 16, 32 и так далее. В каждом секторе находятся 4 блока, в каждом из которых 32 байта. 64, извините. Вот. В нулевой, как задуманным производителем, нулевой блок нулевого сектора, он неперезаписываемый. В нем хранится уникальный ID-карта, ну или не совсем уникальный. ID-карта может состоять либо из 4-бит, либо из 7. На данный момент, ну, в презентации показано 4-бит. В таком случае, значит, структура такая. Сначала идет UID. Ой, 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 ой. Ой, ничего себе. Ладно. Собственно говоря, вот, 4-бит, это UID. После этого BCC, это проверочный код, это просто XOR всех байт, которые находятся здесь, в UID. После этого ATQA, это данные о производителе, данные о типе карте, извиняюсь. Данные о типе карте. И дальше данные производителя, это там хранятся данные. Можно вычислить примерно время изготовления карты и так далее. Дальше хранятся 128 байт информации. И дальше, общая для всех секторов, структура ключ A, некие ацесс биты, неизвестный бит и еще ключ B. Собственно говоря, для того, чтобы прочитать данные на карте, нам нужно поаутентифицировать сектор по ключу A или ключу B в зависимости от ацесс битов. Сложно. Но чаще всего все используют стандартные ацесс биты, которые позволяют читать как с помощью ключа B, так и с помощью ключа A, и дальше также записывать данные на карту. Так, протокол общения. Значит, в качестве криптографического стандарта, используемых в картах MIFR Classic, является стандарт крипто-1, который, к сожалению, был взломан в 2008 году. Изначально он был проприетарным, но потом его расшифровали и взломали. Значит, ну здесь показано как раз, каким образом происходит аутентификация между картой и ридером. То есть сначала тег отдает ридеру его ID, который указан был в первом, в нулевом секторе. После этого ридер запрашивает, какой он блок хочет прочитать, тег возвращает ему рандомное число, ридер возвращает его паксорины с двумя другими, и тег возвращает третье число. Вот. И после этого все передачи данных будут зашифрованы с помощью результата, полученного в данной операции. Значит, это порождает несколько проблем, но о них позже. Давайте посмотрим, какие ридеры мы можем, какие ридеры сейчас продаются, какие ридеры мы можем использовать. Значит, ну, первый модуль для ардуинки RC522, ну, как бы, ардуино в руки и прогать. Второй вариант — это уже ACR-122U, который продает компания ACR, он используется в промышленных масштабах, то бишь, если вы придете сейчас в больницу, например, то у нас в Санкт-Петербурге есть так называемая единая карта петербургца, которую вы можете приложить, и все данные о вас, как бы это страшно ни звучало, будут переданы в больницу. Переходим к следующим интересным штукам. Это хамелеон мини, который представляет из себя многофункциональный ридер, который позволит как считывать карты, так и эмулировать карты, так и записывать карты. Ну, в принципе, ничего нового. Единственное, что он как раз нацелен на то, чтобы снифить трафик. Значит, и царь всего этого дела, для которого написано больше всего POC, которому легче всего работать, это Proxmark 3. Easy, он называется не потому, что он простой, а это просто упрощенная версия, которая самая распространенная, это единственная, которую вы сможете купить на Алиэкспрессе, которая стоит не настолько уж и дорого. Есть еще одна вещь, это Hydro NFC, вот. Но, знаете, просто посмотрите на ее цену, я думаю, что будет хорошо сделать вот так и на этом все закончить. Обсуждение, что это такое. Дальше, давайте посмотрим про методы обхода защиты карты. Ну, первое, что приходит на ум, это, наверное, брутфорсить ключ. Но, к сожалению, у нас на один ключ, если мы будем брутфорсить его полностью, уйдет слишком много времени, особенно из-за того, что скорость передачи данных с помощью частоты 13,56 МГц, на которой работают все NFC метки, довольно медленная и составит, ну, 50 миллисекунд на одну попытку, ну, из-за чего у нас слишком много времени уйдет на перебор одного ключа. Дальше. Снифинг. Ну, в принципе, мы можем использовать любой ридер, не любой, а Proxmark, Хамелеон, или, если мы уже наловчились, то можем использовать и RC522. Вот, но, таким образом, поскольку, если мы приложим в самом начале вместе с картой, то в таком случае мы узнаем ключи, которые обменялась карта и ридеры, и в таком случае мы узнаем, мы можем раздуковать весь дальнейший трафик. Да. Не знаю, что эта штука здесь делает. Дальше. Если у нас, если к ПО-шке представляется приложение, например, у нас есть аутентификация или проверка карты с помощью мобильного приложения или еще чего-нибудь, вот, то мы можем разреверсить и 100% узнаем ключ, который, ну, если долго реверсить, то мы 100% узнаем ключи, которые зашиты в приложении или можно их получить во время передачи сервера, в любом случае они появляются на нашем клиенте, а следовательно мы можем их достать. Потому что нам их нужно передать в открытом виде для аутентификации. Ну и самый интересный метод — это использовать визуимости самой карты. Значит, поскольку у нас передаются рандомные числа, то, ну, некоторые могут помнить сезон пывна, там, нет, в прошлом году в конце, у нас был доклад по понятию ГСПЧ, ГПСЧ, то бишь, о генераторах простых чисел, и как его можно, получив несколько значений, прочитать все его дальнейшие действия. Ну, следовательно, есть три типа атаки. Это DarkSide, который применяется к старым довольно картам MiFair Classic. В них была уязвимость ГСПЧ просто в открытом виде, чуть ли не передавались здесь числа, значит, все плохо. Значит, есть nested атака. Поскольку у нас ответ карты все же косвенно связан с генератором простых чисел, и можно вычислить те значения, которые бы все же использовались. HardNested — это просто усиленная версия этой атаки, по факту, для которой был использован другой генератор RedNoma. Также еще есть static nested, когда карта использует статическую генерацию простых чисел, но это уж совсем сложно. Значит, а теперь давайте рассмотрим методы защиты, что приходит на ум и почему это не сработает. Значит, во-первых, были, когда карты были выпущены изначально, у них были 4-битные UID. В таком случае можно посчитать, сколько вариантов всего, сколько карт будет напечатан до тех пор, пока UID не начнут повторяться, ну и поэтому MiFair начала выпускать карты с 7-уид-картами. То есть у них выделено 7-бит на UID. Ну, в таком случае, как бы, ну, а разве это от чего-то помогает, если мы можем узнать все ключи, которые есть на карте? Дальше. Точно так же генерация надежных ключей, то бишь мы их будем генерировать, генерировать, генерировать для каждого пользователя свои и так далее. В любом случае при физическом контакте с картой мы их узнаем с помощью атак DarkSide, nested и hardnested. Ну и сниф, собственно говоря. Мы можем шифровать данные на карте, то есть все равно мы получили данные, но в таком случае мы можем использовать атаки, мы можем использовать реплей-атак. Это когда у нас, например, если у нас есть ограниченный ресурс на карте, например, энное количество денег. Мы приложили эту карту, у нас списалось энное количество денег, это количество денег ушло с карты. При этом все было заинкрипчено. Ну давайте мы просто до того, как приложить в первый раз карту, мы снимем с нее копию. И таким образом мы можем снимать эти копии бесконечно и использовать этот ресурс. Понятно, что это решается с помощью дополнительных проверок, но в любом случае таким образом мы можем склонировать карту изначального владельца и воспользоваться хотя бы один раз этим ресурсом. Шифрование данных V2 – это когда мы используем перезапись карты полностью. Но, опять же, проблема вся в том, что мы можем хотя бы один раз украть изначального пользователя его данные. Ну и еще существует некая так называемая китайская клон-карта, которая позволяет менять UID. В смысле, у нас есть карта с UID deadbif. И мы скажем, что просто если у нас проверка только на UID, то в таком случае мы просто скопируем карту, эти карты стоят довольно недорого. Ну или с эмулиром. Но проблема в том, что эмуляция – дело такое, и для этих карт используется определенный протокол, который можно обнародить. Ну, это решается тем, что просто изменяются команды на кастомные и используем эмуляцию для того, чтобы облегчить и не производить новые карты. Вот. Ну, а теперь немного реальных кейсов. К сожалению, поскольку у нас в стране много законов, то ключики я никому не покажу. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим. Давайте рассмотрим сначала у нас во всех… Во всех… Отлично. Так, это не то. Вот так. Во, нашел. Значит, давайте посмотрим. Сначала недавно по всей… Ну, никому не секрет, что по всей России как бы пытаются автоматизировать пропускную систему в школах, в университетах и так далее. Иногда привязывать к ней оплату, систему оплаты какой-то, каких-то услуг или еды. Вот. Ну, давайте посмотрим, что происходит. Значит, вот у меня есть дамп-карты, который был выдан мне, потом деактивирован по моей же просьбе. Значит, давайте посмотрим, что в нем. Значит, забыл сказать, у нас есть стандартные ключи. Стандартные ключи – это 6 бит, 6, извините, байт, заполненное F. Ну, значит, смотрите. Вроде как бы вся карта практически пустая. Ничего на ней нету, кроме последнего сектора. Вот здесь вот есть какие-то данные. Ну, знаете, вся проблема в том, что, во-первых, мы… Ну, вот здесь ключик был. А во-вторых, мы можем… Во-первых, к нам попала такая карта, мы можем скопировать ее полностью и эмулировать. Во-вторых, как казалось, хоть карты были заказаны дорогие, которые использовали 7 байт на UID, и UID не проверяется. А поэтому мы можем использовать любой брелочек, любую карточку и так далее, на которой свободен 15-й сектор, и записать на него вот этот номер. Знаете, что самое интересное? Это просто номер карты в хиксах, которая написана на самой карте. Поэтому просто увидев номер карты другого человека, вы можете ее скопировать, купить плюс на 500 булочек и так далее. К сожалению, компания, занимающаяся этими картами, никак не отреагировала, а точнее полностью отрицает проблемы, связанные с этими картами. Дальше. Значит, абсолютно не метро карты. Не карты метро. Ради некоторых сохранений некоторых данных показывать дамп я вам не буду. Но скажу, каким образом можно понять, что в нем записано. То есть когда вы уже получили ключи, потому что используется, поскольку точно так же используется уязвимый формат, то мы можем получить все ключи, прочитать все данные на карте. Но что же нам даст? Во-первых, как только мы приложим несколько раз карту к считывателю, то мы поймем, что у нас меняется один и тот же сектор. В этом секторе, ну если это подорожник, записано количество денег. А еще какие-то дополнительные данные, которые каким-то образом вычисляются, какой-то проприетарный алгоритм, но это нас не волнует, потому что наземный транспорт не проверяет, он проверяет все оффлайн, не связываясь с базой, точнее связываясь с ней раз в день, поэтому можно восстанавливать состояние карты. Нельзя ездить по наземному транспорту кучу раз бесплатно. Дальше. Каким образом еще можно понять, что ключи карт? Ну нет у нас каких-то ридеров, мы не хотим лезть на гитхаб, получать какую-то дополнительную информацию, но тогда Google Play лежат в открытом доступе огромное количество приложений, которые позволяют проверять балансы карт, также какие-то поездки, когда была совершена последняя поездка и так далее. У меня здесь два докомпеленных приложения с помощью Jaxx. Ну давайте просто посмотрим. Зайдем в сорцы, найдем правой кнопкой мыши, так, бум, вот. Ну и давайте просто воспользуемся grep-r. В Java хранить ключи можно только одним способом, ну нормальным способом. И давайте вот найдем вот такую последовательность. Ну вот все, что вот здесь вот нашлось, являются ключами в открытом доступе. К сожалению, здесь они замазаны нулями, но никто не мешает вам самим найти эту информацию. Это одно приложение. Значит, что во втором приложении? Это приложение Rides, ну, может быть, читает подорожник и БСК, но мы-то теперь тоже читаем. Точно так же зайдем в сорцы другого приложения, откроем балочку здесь, погрепаем, и найдем раз ключ и два ключа. Точнее, понять, к чему они относятся, ну, на переверти приложения или перебирать, к каким секторам оно относится. Вот. И, собственно говоря, на основе всего этого у меня получилось написать небольшой дампер, потому что никто не запрещает, поскольку мы можем размещать приложение на Google Play, но почему бы написать парсер на питоне. Минус сэв. И моя карта, которая здесь была. Дамп моей карты, которая снялась с помощью Proxmark, но, в принципе… Ну, и можете посмотреть, на карте записан номер. Можно вычислить номер карты, которая написана на карте, что-то знакомое. Можно узнать FI у человека, можно узнать его номер паспорта, если это льготный билет. Ну, последний срок действия, сколько осталось поездок и так далее, там довольно много информации, вплоть до количества, последней даты поездки на наземном, подземном транспорте в отдельном состоянии. Что не особо хорошо, как по мне. И все статьи на Хабрахабре и так далее, на других ресурсах, которые рассказывали про то, как можно эксплуатировать данные уязвимости, были нещадно удалены. Причем потом перезаливались многократно, но также были удалены по требованию Роскомнадзора. Поэтому, если вы будете заниматься тем, чтобы изучать данные на карте, то ни в коем случае не пытайтесь публиковать их в открытом доступе. Вот. Также, ну вот сейчас мне буквально на… в перерыве. Ой, могу. Ну вот, сейчас посмотрю. Вроде да. Буквально в одном из перерывов мне дали карту школьную. Давайте посмотрим, что на ней. Что она не записана. Как мне сказали, карта деактивирована, поэтому их поменяли, поэтому я думаю, что можем использовать и показать, что там написано. Запускаем клиент Proxmark. Ну и давайте, мы же ленивые, поэтому скажем Proxmark'у дампить все за нас. И, как видите, он перебрал ключи, нашел приватные ключи, которые были записаны, которые так бы мы перебирали более 40 миллионов лет. Поэтому… они все одинаковые. Давайте посмотрим, что здесь. Ух, МФ. А здесь, как мы можем посмотреть, занят только один сектор. В нем записана некая информация. А все остальные секторы, в которых используются ключи, никак не задействованы. Ну, можно продолжить, посмотреть, что здесь в формате карты. Давайте скопируем, что здесь получилось. Давайте переведем это в int, может быть, что-то интересное это даст. Ну, вроде этот номер ничего нам не дает, но давайте попробуем в Little Ending. Может быть, здесь что-нибудь будет интересное. А, ну, вот. А здесь уже можно рассмотреть какие-то повторяющиеся данные. Ну, и дальше можно разбирать. Здесь на карте написан некий номер, ну, не номер телефона, но какой-то номер карты. Можно его как-то, наверное, связать с данными на карте. Ну, и очевидно, что если эта карта попадет кому-нибудь в руки, то можно полностью ее скопировать и пройти в любое… ну, в учебное заведение, в которое она используется, просто так. Уже не говоря о том, что можно ничего не записывать и эмулировать эту карту. Вот. Вот, собственно говоря, ну, не знаю, есть ли какие-нибудь вопросы, какие-нибудь интересности, какие-нибудь вопросы по другим системам безопасности с картами, что-нибудь? Чатик? Да, конечно. Какие ты можешь сейчас дать рекомендации людям, которые вот послушают твой доклад, которые принимают решения по внедрению, соответственно, контрольно-пропускных систем с использованием карт, какие технологии использовать сейчас, чтобы не попасться на такую, соответственно, удочку? Хорошо, я понял. Значит, сейчас, если смотреть продукты компании MiFair, то, опять же, есть те MiFair+, о которых я говорил, главное их использовать правильно. там существует три уровня security. Первый — это… Ой, нулевой — это так, как… Ну, четыре. В общем, нулевой — это так, как они производятся на заводе. Первый — это полная совместимость MiFair Classic, в таком случае, неуязвимая. Второй — это использование алгоритма крипто-1, что тоже плохо, потому что точно так же там просто меняются ключи, они используются AES, но все равно можно все поломать. И если использовать security level 3, то в таком случае там используется аутентификация по AES, и в таком случае поломать эти карты и прочитать данные невозможно без знания ключа. Ну, то есть, я думаю, что те, кто пытались сбрутить AES, понимают, насколько это долго. Вот. Существует решение других компаний, это так называемые хит-карты. Вот. У них, опять же, другие структуры. Здесь просто проблема в том, что вся безопасность данных карт строилась на том, что алгоритм крипто-1 был закрытым. Его разреверсили и все узнали. Вот. В остальных картах используется открытый, ну, чаще всего используется открытый алгоритм, но при этом он криптоустойчив на данный момент. поэтому сейчас используйте все, что угодно, кроме Mifair Classic. Да. В Европе, например, используют той же компанией NXP карты Mifair в их карте. В Лондоне она используется для Oyster Card. Ну, в общем, переходит на них все, кто может, потому что на Mifair, Deathfire, EV2 нет атак никаких вообще. Deathfire, по-моему, первую версию все же сломали. Я и говорю, да, что на вторую EV2. Вот. И еще вроде интересный факт, например, германское правительство, когда вообще все это вскрылось насчет NXP, Semiconductors, Mifair и прочего. Они реализовали вообще свой стандарт, так называемый German cards. И для них вообще пока, насколько я помню, вообще никаких даже предположений того, как их можно в принципе ломать нету. Потому что их никто не пытался ломать или нету, потому что они хорошо сделаны? Нету, потому что их никому не дают, кроме как германцы... Кроме как в германских государственных учреждениях никому не выдают. Вот. Насколько я помню. А государственных правительствами? Ну, правительствами, да. То бишь там очень сложно. Так. Подожди. Ну, пожалуйста. Вот. Есть специальные некоторые смарт-карты. Я не особо много про них знаю. Вот даже в корпоративных ноутбуках есть специальные считыватели для них, которые, видимо, позволяют читать некоторую информацию с них, позволяют клиентам каких-то компаний авторизовываться по системам, используя вот эти вот смарт-карты как карты для доступа к какой-то системе. Знаешь ли ты что-то вот про них и можешь ли про них что-то рассказать? Хорошо, я понял. Значит, с такими картами, значит, это карты чаще всего филика, это филика-карты и карты хит. Значит, например, вы на самом деле можете, как ни странно, даже в Windows без установки дополнительных приложений, просто имея ридер тот же самый АЦР-122У, вы можете, если у вас есть такая карта, вы можете с помощью нее логиниться в систему и так далее. Вот, те карты опять же работают по стандартам, которые используют стойкие криптографические стандарты и на них храняется множество информации о юзере с кучей хэшов и так далее. То бишь, там просто так придумать новый стандарт не получится. и все эти стандарты утверждаются и существуют довольно давно. Подозреваю, что вопрос на самом деле был немножечко не про те карты, вопрос был про карты с чупом, да? Ну, вероятно. Да. А карты с интерфейсом, с сим-интерфейсом, грубо говоря? Ну, это не сим-интерфейс, там эти там, ЕМВ-шные карты, короче. Так, еще раз, ЕМВ? ЕМВ-шные или ЕМВ? Ну, да, где эти джава-апплеты. А, ну, да. Значит, это стандарт, насколько я помню, ISO 7816, именно передача данных. Вот. Почему я назвал их сим, потому что они используются вообще во всех чипах с, по-моему, шестью, ну, во всех строимых чипах. Вот. Про них я могу сказать, что там используются алгоритмы ЕМВ, чаще всего, и там идет двойная проверка как картой ридером, так и ридером картой, так и третьим облачным лицом, которое выпускает эти карты. то бишь, там трехсторонняя аутентификация и в любой момент на конечном, например, банке, используя данные, ну, банковские карты, когда вы проводите авторизацию, аутентификацию и оплату, это работает примерно под тем же стандартом, что и аутентификационные карты с ЕМВ стандартом, они используют просчет рисков, то бишь, если вы нашли, вот недавно вскрылась уязвимость ЕМВ-карт, которые поставались вместе с магнитной лентой, то есть вы могли совершить транзакцию, при удачных стечениях обстоятельств, вы могли совершить транзакцию, исчерпав весь ресурс магнитной ленты на одну копию карты, на одну одноразовую копию карты. Но в таком случае на стороне третьего лица происходит просчет рисков, и насколько, если у нас в России, на самом деле, если вы попробуете оплатить банковской картой с помощью магнитной ленты, то вам 99% скажут, что вставьте чип, потому что, опять же, идет просчет рисков, и просто это будет отклоняться за строение банков, и в таком случае можно в любой момент, если находится какая-то уязвимость, закрывать ее на стороне третьего лица, что с картами такими, то бишь, картами MiFair невозможно, потому что, ну вот, ну как бы вот. Ответил на ваш вопрос? Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Да? Нет? Нет? Хорошо.